Субтитры сделал DimaTorzok И пришел тот момент, когда я хочу с вами поделиться одной очень радостной новостью для меня лично. Я все-таки смог приобрести для себя свою мечту для того, чтобы снимать для вас ролики, записывать видео. После долгих переписок с заводом, изготовителем данной продукции, мне все-таки удалось приобрести вот такую вот модельку DJI 3X со стабилизатором Osmo. Данная камера просто, я не знаю, ну, мне кажется, мечта для любого блогера, для любого путешественника и человека, который просто любит снимать качественное видео. Здесь, в Китае, данная продукция, данная камера стоит около 2500 юаней. Если переводить в доллары, то это 360-400 долларов в базовой комплектации, то есть без дополнительных каких-то штативов и так далее. Поскольку я уже по работе своей имею опыт общения с китайцами, с китайскими заводами, я знаю, как они реагируют на то или иное сообщение, как нужно с ними разговаривать. И, значит, в ходе, в процессе разговора, общения с заводом, мне удалось их уговорить. И также мне удалось их немножко где-то обмануть, чтобы они согласились продать мне данную камеру за полцены. То есть, если она здесь стоит 2500, мне удалось ее купить где-то приблизительно за 1500-1700. Да, это не полцены, но, извините, это получается. То есть, если камера данная стоит в магазинах где-то в среднем 380 долларов, то мне удалось ее купить за 250. То есть, ну, 120-130, а то и 150 долларов мне удалось выиграть с этого. Поэтому сегодня мы с вами распакуем, посмотрим, что же здесь, в какой комплектации идет данная камера. Не буду долго говорить, поехали! Итак, значит, данная камера шла вот в такой коробочке. Я, правда, клюеночку снял. Довольно-таки большой комплект. Так, мне бы еще понять, как она. А, вот. Значит, вот инструкция, что, как все делать. Где что подключается, где что называется. Но инструкция на китайском языке. Но, опять же, есть у нас и на английском языке. Так, это у нас батарея. Вот такая идет батарея в комплекте. Это у нас адаптер. Вот такой вот адаптер. Сюда подключается провод. Провод, вот он здесь в пакетике. Сейчас мы его распакуем, посмотрим. Вот такой ремешочек идет к вот такому хутлярчику. Вот, ну и сейчас мы непосредственно посмотрим, что там внутри. Посмотрим на сам аппарат. Действительно, очень классный. Очень такой надежный. Твердый и очень маленький. То есть, спокойненько можно повесить через плечо с помощью вот этого вот ремешка. И я думаю, это будет очень удобно. Его можно будет брать в повседневной жизни куда угодно, куда бы ты ни пошел. Также сюда положили микрофон, внешний микрофон. Завод-изготовитель позаботился о том, чтобы у вас сразу здесь был микрофончик. Это очень хорошо. Выглядит все это приблизительно вот таким образом. Брать в руку ее очень удобно. Здесь такое покрытие очень довольно-таки приятное, не скользящее. В принципе, надежно, очень хорошо держится в руке. Здесь, соответственно, сам стабилизатор. И на стабилизаторе, как вы можете заметить, камера. Данный стабилизатор с камерой можно менять. То есть, можно снимать и ставить, допустим, более современную, более модернизированную камеру. Допустим, это DJI 3X. Существует DJI 5X, DJI Pro. Значит, подставочка под телефон очень довольно-таки удобная. Здесь прорезиненная. Все концы, чтобы ни в коем случае не поцарапать ваш телефон. Вот сама камера. Рукоятка со всеми кнопочками. То есть, кнопочки регулятора самой камеры влево-вправо, вверх-вниз. То есть, кнопка записи, кнопка, не знаю, какая, потом мы разберемся с вами. Кнопка включения, выключения. В общем, когда мы выйдем на улицу, более-менее мы сейчас разберемся. И уже на улице продемонстрируем, на что способна эта камера. Сейчас звук записывается с внутреннего микрофона. И вы можете заметить, что звук, конечно, не особо качественный. Я бы сказал, даже вообще некачественный. Я думаю, что это один из основных минусов данной камеры. И второй минус данной камеры, который я уже успел заметить, это то, что камера очень сильно перегревается. Это, конечно же, может быть, где-то в России не особо была бы проблема. Потому что в России, в принципе, дует ветерок. И более-менее прохладно. Поэтому, в принципе, я думаю, что в таких условиях камера будет, в принципе, работать нормально. Но здесь, в Китае, температура у меня достигает 35-40 градусов, а то и 45. На солнце все 50. Поэтому она очень сильно перегревается. И я, честно говоря, немного побаиваюсь за это. Сейчас я подключу внешний микрофон, который шел в комплекте. Я вам сейчас его покажу. И попробуем посмотреть, что будет с этим микрофоном. В общем, сейчас я подключил внешний микрофон. Когда я использовал данный микрофон дома, то, в принципе, никаких проблем не было. Единственная проблема была то, что все-таки слышно было нажатие курка, триммера. Но, опять же, мы попробуем подсоединить мою профессиональную петличку, которая должна будет отличаться качеством звука записи. Посмотрим, что будет на ней. Ну вот, дорогие друзья, сейчас я записываю как раз-таки со своей профессиональной петличкой. Не знаю, насколько она отличается. Но, в принципе, я думаю, что звук немножечко отличается от прошлого внешнего микрофона, который идет в комплекте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok